Многопоточность Сложно представить написанную серверную часть без многопоточности. Практически невозможно такое представить. Ключевым понятием в данной теме является поток, при выполнении которого программой каждому потоку выделяется определенное время. Можно даже сказать малая доля времени, квант времени. Можно выполнять несколько потоков. В этих потоках будут выполняться различные действия одновременно. В этом и есть большой плюс многопоточности. Как уже было сказано, что клиент серверные приложения чаще всего, скорее всего, они написаны с помощью многопоточности. И без многопоточности практически представить невозможно. Основной функционал сосредоточен в пространстве имен, таких как систем, точка и трейдинг. В этом классе есть ряд методов и свойств. Давайте рассмотрим основные свойства этого класса. Первое. Первое. Это статическое свойство. CurrentContext. Он позволяет получить контекст, в котором выполняется поток. Статическое свойство CurrentThreat. Возвращает ссылку на выполняемый поток. Такое свойство, как из Alive. Указывает, работает ли поток в текущий момент. Свойство из Background. Он указывает, является ли поток фоновым. Свойство Name. Что логично, Name – это имя потока. Свойство Priority. Хранит приоритет потока. Свойство Straight State. Возвращает состояние потока. Обратите внимание, что, зная хоть немного английский язык, в принципе, становится понятным, что это... что каждое свойство под собой подразумевает. Итак, давайте рассмотрим еще некоторые свойства этого класса. Методы. Не свойства, а методы. Итак, у нас с вами есть такой статический метод, как GateDomain. Он возвращает ссылку на домен приложения. Также есть статический метод GateDomainID. Он возвращает ID домена приложения. Статический метод Slip. Останавливает поток на время. В английском языке Slip – это спать. Что логично? Slip останавливает поток на время. Метод Abort. Уведомляет среду, что надо прекратить поток. Но важно знать, что уведомляет, что надо прекратить, но не останавливает. Также у нас с вами есть метод InterPort. Призывает поток на некоторое... прерывает поток на некоторое время. Метод Join. Блокирует тот самый поток на какое-то время. И метод Start, естественно, что запускает. Давайте рассмотрим пример, как это все работает у нас с вами. В простом примере это все записано в нашу точку доступа. Статический метод Main. Что мы первым делом делаем? А это получаем текущий поток с помощью нашего класса Thread. После этого мы получаем имя потока. И в нем, как вы уже видите, с помощью этих свойств запрашиваем, запущен ли поток, приоритет потока, статус потока, домен приложения. Давайте посмотрим, как это работает. Как видите, работает он таким образом, что он получил имя потока. Метод Main. Запущен ли поток? True, естественно, запущен. Приоритет потока? Normal. Статус у потока? Running. Выплним. Домен приложения? Console.app. Как помните, это пространство имен наше. Оно может иметь разное название. Ты мне что-то хотел сказать? Паука. Паука. Что характерно? С этим потоком можно работать в больших программах, можно управлять этими потоками, ставить целые деревья, можно так сказать, целые цепочки. Что если одна инструкция будет выполнена, тогда будет поток останавливаться или приостанавливаться, пока не выполнится другая инструкция. Или если запускается одна инструкция, сразу же с ней запускается несколько потоков. И в таком же духе. Итак, у нас с вами есть еще статус потока. Тоже очень важно запомнить. Но хотя, опять же, обратите внимание, это английские слова. И, зная хоть немного английский, вы, в принципе, сможете разобраться, что за статус и поток. Давайте с вами попробуем. Первое. Статус aborted. Поток остановлен. Abort requested. Для потока вызван метод abort. Background. Поток выполняется в фоновом режиме. Running. Running. Поток запущен и работает. Stopped. Поток завершен. Stop request. Поток получил запрос на остановку. Suspended. Поток приостановлен. Suspended requested. Поток получил запрос на приостановку. Следующее. Это поток еще не был запущен. И последнее. Wait. Слыбчен. Поток заблокирован. Также, в принципе, у нас с вами есть еще приоритет потоков. Тоже немаловажно помнить, что приоритет потоков можно настраивать самостоятельно. Итак, начнем с самого низшего. Это lowest. Потом идет ниже нормы. Below normal. Normal – это обычный. Выше нормы. Above normal. И самый высокий – это последний. Как я повторюсь, можно этими приоритетами потока управлять, указывая, естественно, программным способом, как это все работает. Итак, тема – это важная многопоточность. Если кто-то из вас будет проходить собеседование, велика вероятность, что на этот язык программирования, C-sharp, обязательно вас будут спрашивать про многопоточность. Поэтому желаю успехов в изучении этой темы. А мы с вами увидимся, иншала, в следующий раз. А на сегодня у нас все. Ас-саляму алейкум, рахматуллахи, «Добрый кадр». Спасибо.